Сегодня я продолжу рассказывать о кумирах 90-х, которые ушли из жизни. Ссылку на первую часть я оставлю в конце этого видео. Не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. В 1990 году Геннадий Бочинский в качестве лидер-гитариста вместе с музыкантом Эдуардом Старковым организовал группу «Депутат Балтики», которая впоследствии была известна под названием «Химера». В составе коллектива Геннадий Бочинский записал несколько альбомов и принимал участие в концертах группы. С июня 1992 по 1994 год он работал на Радиополис. С 1995 года, по 2001 год, Геннадий Бочинский работал на Радио Модерн вместе с Сергеем Стилавиным. С этого момента они постоянно работали совместно на всех радиостанциях, вплоть до гибели Геннадия Бочинского. Певца и радиоведущего не стало 12 января 2008 года. Ему было 36 лет. Причиной смерти стало ДТП. Геннадий Бочинский похоронен на Троекуровском кладбище. В 1992 году Юрий Барабаш несколько месяцев был солистом группы «Ласковый май» и выступал под псевдонимом Юра Орлов. Уйдя из группы, музыкант начал сольную карьеру. Свои первые альбомы «Споем Жиган» и «Налетчик Беня» Юрий Барабаш записывал в домашней студии. Он стал более известен под псевдонимом Петлюра. В 1995 году певец заключил контракт с фирмой «Мастер Саунд». После этого появились альбомы «Малолетка», «Печальный парень» и самый известный «Скорый поезд». 27 сентября 1996 года на пике славы Юрий Барабаш ушел из жизни. Ему было всего 22 года. Причиной смерти стало ДТП. Петлюра похоронен на Хованском кладбище Москвы. Женя Белоусов прославился после выхода хита «Девочка моя синеглазая». В начале 1991 года Женя Белоусов перешел работать к композитору Игорю Матвиенко, который стал его продюсером. Появившаяся в 1991 году композиция «Девчонка-девчоночка» повторила успех песни «Девочка моя синеглазая». В 1992 году в Москве на арене Лужников с аншлагами прошли 14 сольных концертов исполнителя. С 1994 года Женя Белоусов решил заняться бизнесом. Гастрольная активность и популярность музыканта стали снижаться, и в бизнесе вскоре также возникли проблемы. В 1996 году Женя Белоусов выпустил альбом «И опять о любви». Альбом провалился, несмотря на успех композиции «Подожди меня», которая была в него включена. Женя Белоусов ушел из жизни 2 июня 1997 года. Ему было 32 года. Причиной смерти исполнителя стал инсульт. Похоронен Женя Белоусов на Кунцевском кладбище Москвы. Сергей Бодров был известен многим благодаря исполнению роли Данилы Багрова в фильмах 1997 года и 2000 года «Брат и брат 2». Сергей Бодров также был исполнителем главных ролей в лентах «Стрингер», «Кавказский пленник», «Восток-запад» и «Медвежий поцелуй». Также актер вел популярную телепрограмму «Марафон 15» и первый сезон проекта «Последний герой». В 2001 году вышел фильм «Сестры», режиссером которого является Сергей Бодров. 20 сентября 2002 года актер и режиссер погиб при сходе ледника в Кармадонском ущелье. Официально Сергей Бодров и вся съемочная группа считаются пропавшими без вести. Актеру было всего 30 лет. Евгений Осин был известен еще по группе «Браво». Настоящую популярность ему принесла песня «Плачет девушка в автомате», которая вышла в начале 90-х. Наиболее известными композициями в его исполнении считаются «Качка», «Восьмое марта», «Попутчица», «Ялта», «Студентка-практикантка» и другие. В 90-е годы Евгений Осин активно гастролировал по России и за ее пределами, исполняя песни вживую. Также он часто снимался в телевизионных передачах и выпустил более 10 клипов на свои песни. Последний альбом певца под названием «Разлука» вышел в 2016 году. Евгений Осин скончался 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. Исполнитель похоронен на Троекуровском кладбище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова